В детстве она не хотела стоять у балетного станка, потому что обожала пирожные. Зато готова была пойти на всё, лишь бы стать настоящей актрисой. И даже когда ей сказали, что эта профессия не для неё, она не отступилась от своей мечты. На сегодняшний день на её счету уже более 70 ролей в кино и премия «Чайка» за Офелию в постановке «Гамлет» самого Петера Штайна. Сегодня у меня в гостях актриса Елена Захарова. Лен, здрасте, спасибо вам большое, что пришли. Можно я вас сразу спрошу, вы рыжие от природы или вы такая со временем стали? Нет, я от природы рыжая, но сейчас выгоревшие, это солнце. Это солнце. А правду говорят, что все рыжие целеустремлённые и напористые. Вот Людмила Ивановна Касаткина говорила, Леночка, вам надо съесть нахалин. Вы говорите, совершенно... А, нахалин, да-да-да. Да, у вас нет совершенно наглости. Но мне кажется, напор и наглость – это разные вещи. Разные, конечно. Да, поэтому наглости у меня не было, а напор был. Кто ваши родители? Они не артисты. Они занимались всю жизнь в гостиничном бизнесе. Ну, не бизнесе, гостиница «Космос», которую открыли в Олимпиаде, да, они и познакомились. У мамы была практика, а папа, по-моему, зашёл, увидел маму и влюбился. Маме было 18 лет, а папе было 27 лет к тому моменту. Он уже был взрослый, да. Он был взрослый, но был не женат, любил как бы вот, ну, как-то так вот хорошо. Жил, видимо, и выбирал, закончил Плехановский институт. Это вот они, да? Да, это мои родители, да. Ну, и я, в общем, пухлячок такой. Шапки дивные, да. Или, наоборот, в занятиях, там, я не знаю, английский язык, музыка. Я танцевала. Я танцевала с четырёх лет. Сначала мы пошли с мамой в районную танцевальную школу. Но там не скажут, что у меня очень хорошие данные, что надо как-то... Дальше развиваться. Развиваться, да. Я очень хотела в балет, конечно. И мама хотела, чтобы я была балериной. Но в балет я в итоге тоже не пошла, потому что надо было как-то жить в интернате. Как-то всё сложно, не есть ничего тоже. Вот. Что грустно. Ну да, что грустно в детстве, конечно. И не совсем понятно в детстве, почему тебе не надо есть. И я занималась в ансамбле «Буратино». В общем, ансамбль до сих пор существует. Ему, по-моему, 40 лет исполнилось. Я знаю, что вам всё время дарят «Буратин». Мы вам тоже припасли. Смотрите, как он дивный. Спасибо. Вы знаете, мне кажется, что вот у меня такой характер был всегда. Спасибо. Посадить. У меня были очень интересные взаимоотношения с одеждой. То есть ещё в садике, и, по-моему, чуть ли не в яслях. Я говорила, я в этом вчера ходила, и я сегодня в этом не пойду. Ох, какая артистка-то ужасная. Да. Вот. Поэтому, ну куда же тебя посадить-то? Ну вот так. Ну вот так, отлично. Да. Потом меня мама водила, как я прям всё время это вспоминаю, это так смешно, потому что, конечно, сейчас это звучит странно. Как раньше были объявления по радио. Там киностудия Горького ищет девочку такого-то возраста, таких-то данных, а кастинг тогда-то, тогда-то. Вот мы так сидим с семьёй, завтракаем. Ага. И тут кто-то берёт ручку, быстро записывает. И мы с мамочкой едем на кастинг. Мне там, может быть, 7-8 лет. Никто меня не тащил, мне хотелось, мне это было интересно. Потом я занималась соседкой, у меня соседка-переводчик-синхронистка, английским языком. Несколько лет. Это тоже очень мне в жизни пригодилось. То есть предполагалось, что вы пойдёте в ИНИАС? Ну, в принципе, не предполагалось. Предполагалось, что я пойду в театральный. Но когда после восьмого класса меня не приняли в театральную школу Голубовского, у него такая драматическая, трагическая история была в моей жизни. И мне ещё сказали, что мне лучше этой профессией никогда не заниматься. Почему? Вы там как-то себя не проявили? Вы знаете, я читала басню «Кот и повар». Вот. И басню со мной репетировала мама. То ли я как-то так показывала этого «Кота и повара» никак. Я не знаю. Я правда, я не помню, что я делала, но почему вот эти люди, там было три человека, сказали мне такие слова в этой комиссии. А сказали прямо, это вам не... Ну, так сказали, что я с рёвом летела несколько этажей с лестницы. И родители меня, когда увидели, конечно, они сказали, нет, тогда не надо никаких театральных, в эту профессию берут только детей артистов или у кого какие-то связи, у нас там связи никаких нет, иди в Ильяс. И я вот в таком состоянии пошла заниматься дополнительным языком. Ну, продолжая танцевать при этом, продолжая наслаждаться сценой, и потом пошла в фотомодели. А там фотомодели? Ну, конечно. Как раз началось. Когда мне было 15 лет, это же, извините, 90-е годы лихие, я вообще удивляюсь, как меня куда не увезли. Прямо было страшно. В Японию, в Америку. Для модели я маленькая всё равно. Да, да, да. Я всё время тянулась. Миниатюрная, конечно. Мне всё время хотелось, я всё думала, что я как сейчас вырасту. Так буду прям все мировые подиумы покорить. Да, да, ну, представляете, а потом у меня с детства эти журналы были, ВОК, Эль, ну, потому что в гостинице их оставляли или дарили. Там же такая красота, причём, которой здесь не было. Вообще в помине, в помине. Так что, ну, какие-то фотосессии у меня были, вот в 15-16 лет. Ну, и вот на одной из фотосессий я познакомилась с человеком, который сказал, кем вы хотите быть. Я сказала, что я хочу быть переводчиком. Он говорит, какой переводчик? Вам актрисой надо быть. Просто случайный человек какой-то, да? Абсолютно. Случайный человек, который вот закончил институт культуры и который работал как раз переводчиком на фотосессии, на которой я была. И его мнение как-то вот то мнение затмило, да? Правильно я понимаю? Да, и вдруг человек так в меня поверил. Потом он мне посоветовал пойти на подготовительные курсы ВАВГИК, какую-то литературу посоветовал. Какие-то отрывки, не кота и повара. И все, и я с первого раза поступила. А танцевание когда закончилось? Когда вот вы в институт поступили? Ну, в принципе, да. В ансамбле я закончила заниматься, но потом я танцевала в институте. В институте. Потом я танцевала всегда в театре. Я вообще не могу без танца. То есть если я по каким-то причинам не танцую несколько месяцев, это очень грустно. Я когда была студенткой уже Щукинского института, я снялась в кино, в рекламе, заработала деньги, полетела одна в Испанию отдыхать на две недели. Какая крутышка. Возраст, по-моему, мне было 19 лет, по-моему, у меня было. И там я каждую ночь танцевала. То есть не знаю, я вспоминаю это время, это какое-то удовольствие. Но я и сейчас, вот если я попаду, где есть хорошая дискотека, хорошая музыка, я буду танцевать. Я могу до утра танцевать. Я знаю, что ваши одноклассники как-то над вами подшутили, позвонив и отправив на пробы, ни на какие, ни на существующие. Позвонили, представили, что это ассистент с киностудии Горького. Сказали, там, мы ищем девочку для фильма. По-моему, девочка с большими голубыми глазами и рыжими волосами. Ну, это, конечно, я, действительно. То есть тут сомнений никаких не могло быть. И мы с мамочкой пришли на эту киностудию, спрашиваю фильм. Она говорит, а нет такого фильма? Мы стоим. В непонимании. Что такое происходит? Вдвоем. Мамочка тоже, кстати, она же молодой меня родила, там, в 19,5 лет. И поэтому мы с ней, я представлю, сколько маме лет. Две такие дурочки, да. Да, две дурочки стоят. Идет мимо ассистент другого режиссера, другого проекта, сказки «Емеля дурака». Уже существующего. Уже существующего. Видит меня и приглашает на пробы. Действительно. И потом меня на главную роль не берут, потому что я очень молодая. И снималась Юля Ромашина. А я играла подругу принцессы. У меня была съемочная неделя, первый раз в жизни. Но в фильме этот никогда не видела. Говорят, что его как-то выкупила Германия, сказка. А главную роль играл Анатолий Кузнецов. Лена, а кто вас так разыграл? Вы потом не выясняли и зачем? Я так и не выяснила. Я не знаю. Вот иногда, может, у людей какое-то есть чувство. Но у меня его, кстати, никогда не было. Зависть, оно есть такое. Вот. Я вот иногда даже думаю, ну как-то... Ну надо бы, наверное, кому-то завидовать. Всегда есть кто-то, кто играет роли лучше тебя. Ну не лучше тебя в смысле, а лучшие роли, да? Роли твоей мечты, которую бы ты хотела сыграть, а ты там на них даже не пробовался, да? Всегда есть кто-то успешнее, я не знаю, счастливее. Ну как кажется. Нет, ну а как же? Всегда со стороны кажется. Вот у Лены-то Захаровой нет таких проблем, как у меня. Вот она-то молодая, красивая, а мне сейчас надо домой ехать. У меня там три мужика, муж и два сына, да? Еще собака. И наверняка там бедлам. И мне сейчас придется там это все разгребать. А за Леной не пусть кто-то ухаживает. Да, да, да. Давайте маму сейчас как раз вашу послушаем. Я как-то все время с ней, мы ездили на конкурсы. Когда она поступала в театральную, я тоже часто стояла под окнами и ждала ее, волновалась, когда она туры проходила в одном институте, в другом, в третьем. Ну она и у Бородина дошла до конкурса. МХАТ. Авангард Леонтьев, по-моему, набирал. И в Авгике у Ромашина. Ну, в общем-то, оказались в щуке. Хотя то время было жуткое. И сразу начинали предлагать какие-то проекты. И все это закрывалось моментально. Потому что это был 93-й год. Но все равно она себя просто не мыслит без этой профессии. И до сих пор для нее самое главное – это профессия. АПЛОДИСМЕНТЫ Лен, 93-й год, ну это правда. Это я поступила. Поступила, да-да-да. Это правда конец света. И тем не менее вы поступаете в институт вот в такой сложный. И полная бесперспективность. Никто же не знал, что дальше. Никто не знал, абсолютно. Но я была так счастлива. Я даже помню, когда случился вот этот пуч, он, по-моему, как раз в 93-м. В 93-м, да. И я помню, что стреляют. Я говорю, я поеду в институт. Мама говорит, куда ты поедешь? Вот туда, центр самый. Это же там как раз. А кто занимался в этот день, они лежали на полу. Потому что там пули летали в институте. Но это очень близко. А я прямо говорю, я поеду, меня отчислят. Я не могу. Не могу. И только когда я дозвонилась худоруко, она говорит, сиди дома, конечно. То есть не она, а Евгений Рубенович. Он сказал, дома все, да. Дома никаких занятий, ничего. Я помню, что это очень бандитское время. Но я настолько была счастлива тем, что я... Я жила в институте. Я иногда шла, допустим, в 5 утра по Арбату, по старому. Представляете? Да, представляю. Я иду, это какая-то сказка. Никого нет, этих вот ларьков никого нет. Стоят эти старинные дома, фонари. И так идет снежок. Думаю, какое счастье. Я здесь, да, я понимаю. Это я шла с репетицией. То есть у нас, допустим, ночные репетиции. Дальше я ехала домой чуть-чуть поспать, переодеться. И снова на занятия. Вот так я жила 4 года. И я совершенно не думала про какие-то перспективы. Вот что удивительно. То, что я первая с курса начала сниматься. Со второго же курса я стала играть в театре. А разрешали? Евгений Рубанович разрешал? Евгений Рубанович, к сожалению, умер. И у нас была Валентина Петровна Николаенко. Уже очень жестко меня отпускали. Первый фильм как раз и режиссер у нас был пьющий. А фильм снимался к 80-летию Лидии Смирновой. Ни много ни мало, которая играла мою бабушку. Иван Охлобыстин снимался совсем молодой. И, кстати, Научи Войнов. И вот у меня тоже главная женская роль. Как фильм назывался? Приют комедиантов. Приют комедиантов. Да, он существует. Его люди даже смотрят. Кино очень странное, совершенно непонятное для меня. Но при этом режиссер запил. Съемки в Мисс Хоре, в Ялте, в осень, у всех занятия. И я там вместо полутора месяцев просидела месяца три. Естественно, никаких мобильных телефонов нет. Никто мне билет не оплачивает. Это не как сейчас ты полетел. Естественно, мы приехали все на поезде, включая Лидию Николаевну. Конечно. И сидели там три месяца. В пансионате, который не отапливался. И почти не кормился. Кормился как-то. Но мы ходили, сами что-то ели. И я помню, как я звоню. Валентина Петровна говорит, мы тебя отчислим. Все, сессия. И я в шоке, со слезами. Тем не менее, я вернулась. А меня еще покрасили шесть раз в черный цвет. Потому что они хотели, чтобы я в конце фильма превращалась в японку. И каждый раз подводили к окну. Видимо, потому что люди были не трезвая. Они говорили, нет-нет, рыжина просвечивает. Давайте ее еще раз покрасим. А вы на все соглашились. Естественно, у меня 18 лет. Ну и вы вернулись и не отчислили. То есть никаких санкций не последовало. Нет, видимо, меня как-то ценили все равно. Но если мне сказали, где этот рыжий жеребенок? Немедленно вернуть рыжий цвет. Вам как-то педагоги говорили, кто вы? Вот какой у вас амплуа? Это веер. Ох, как красиво. Героиня. А, красиво. У вас же был какой-то веер знаковый, да? Да, у меня был танец с веерами. Спасибо. Я теперь с веером, с буратинкой. Мне говорили, что у меня амплуа голубая героиня, которая безропотная, которая на все согласна, безхарактерная. Такая нежность. В принципе, в 17 лет, в общем-то, один раз можно сыграть. Ну, наверное, да. Еще Валентина Петровна гениально говорила. Захарова, сначала ты будешь играть милых девочек, а потом милых бабушек. Милых старушек. Да, милых старушек. Я говорила, подождите минуточку. А вот эти роли-то роковых и там остальных. Да, да, да. Настасья Филипповна там, да. Настасья Филипповна, да. Она говорит, да нет, ну что ты, Господи, посмотри на себя, кто тебя со сцены-то увидит? Ты вообще, ты вообще думай о будущем, как бы, ты что, придешь в театр и думаешь, тебе все свои роли отдадут? Я думаю, а что не отдадут, что ли? А почему не отдадут, да. У меня вообще таких мыслей не было, представляете? Вот человек, то есть я жила в таком, в своем, видимо, Мире. В прекрасном мире, и мне казалось, так будет всегда. И что дальше делала я? Я брала отрывки, у нас же было два раза в год самостоятельные показы, когда ты можешь сам выбирать себе отрывок, партнера, делать все, что хочешь. И это все смотрит кафедра, естественно, целый институт собирается. И я делала, допустим, не два отрывка, а четыре отрывка. При этом я играла Марину Мнишек, вдову Чехова, в Медведе. Да, 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 да. И Джульетту, допустим. И получала за все очень высокие оценки. И я сразу вот с такой юности поняла, что надо развивать в себе это. И потом мне повезло в жизни, что были режиссеры, и они, слава богу, есть, там, Коренев Альянс, которая мне там дала сниматься в характерных именно ролях, еще в юности. И в театре тоже самое. И поэтому я совершенно ушла, мне кажется, от этого амплуа. Голубой героиня. Конечно, сейчас мне бы хотелось сыграть, честно сказать. Понимаете? Вопрос, что вы предложили. Я хочу, чтобы сейчас нам немного о вас рассказала Ирина Лачина. Лена – это солнце. Она очень светлый человек. Она сумела в себе сохранить это качество. Это очень важно. Потому что, проходя через ряд испытаний, многие теряют себя, ломаются. Лена сумела выстоять. При ее хрупкой внешности многие не подозревают, что в ней невероятная внутренняя сила. Невероятная способность и желание любить и быть любимой. И Лена умеет отдавать всю себя. Это тоже очень редкое качество. Прекрасно, спасибо, Ирочка. Как вы попали в табакерку? Ведь попасть в табакерку, насколько я понимаю, невозможно. Согласна. Вот туда брали, никого туда не брали. В 97-м году. Это тоже, знаете, из серии, наверное, таких счастливых случайностей. У нас педагогом по сценодвижению завкафедры был Андрей Борисович Дразнин в Щукинском училище. На третьем курсе я уже репетировала в Театре Луны «Ночь нежна». Легендарный такой спектакль. Он до сих пор идет, и я его как-то до сих пор играю. И я уже была в Театре Луны. И поэтому, когда были какие-то показы, мне говорили, нет-нет, вот надо, чтобы других разобрали по театрам. Зачем тебе показываться? А ты уже пристроена. И мне было, знаете, немножко это грустно. И тут мне Андрей Борисович Дразнин говорит. Ты знаешь, говорит, вот Олег Павлович Табаков ищет героиню для своего нового спектакля. Позвони ему. Я думаю, представляете, мне 20 лет, как-то я позвоню Олегу Павловичу Табакову. Ну, он мне говорит, это удобно. Он говорит, да, конечно. Я позвонила. Олег Павлович говорит, да, вот вы можете прийти и показаться. Мы пришли, показали отрывок с партнёром. И потом мне позвонили, сказали, что я вызываюсь на репетиции. Это было такое счастье. Прошло столько лет, а я вспоминаю эти репетиции, сколько юмора, позитива. И вспоминаю отношения Олега Павловича к артистам. С какой любовью и добротою. Да? А он же, в общем, грозен, нет? Вы знаете, он очень добрый человек. Я не знаю, может быть, сейчас грозен. И вот его отношение к спектаклю. Вот сколько я играла, он практически смотрел каждый спектакль. И после каждого спектакля мы получали замечания. Это вообще гениально. И он учил, когда... То есть он как-то поправлял-направлял, да? Да. Вот вы отыграли, и какой-то разбор полёта. Он же не так много поставил спектаклей, насколько я знаю, как режиссёр. Но вот мне повезло играть в одном его спектакле. И Серёжа Безруков в главной роли, Марина Зудина. Там очень был хороший актёрский состав. Там же меня Питер Штайн увидел. Он вам позвонил? Позвонила я, помощница Питера Штайна, узнав, что он собирается ставить Гамлета с Женей Мироновым. Сказала, что я такая-то, такая-то. Она говорит, дома вас слышали. В связи с Ночью Нежна. Потому что Ночью Нежна очень сильно прогремела. Да, мы бы, наверное, пришли к вам на спектакль. И они пришли... К Ларисе Столярову, помощница Питера Штайна, они пришли вместе с Питером Штайном ко мне на спектакль в табакерку. Потом мы с ним познакомились. Он просил меня почитать Чехова отрывки. Потом я спела. Он сказал, что здесь поможет только чудо. Но чудо тоже помогло. И потом... Вот это вообще мне... Вы знаете, вот эту историю я всегда вспоминаю. Он мне написал письмо, в котором было написано, что, к сожалению, в жизни сложно сделать выбор. Сейчас я выбрал не вас. Но вы очень талантливый человек. Я верю, что у вас все будет. Может быть, я неправильно сделала. Но вы знаете, когда из двух выбирают людей. Ну, кстати, Питер Штайн. Вот я думаю, мировая звезда пишет письмо 20-летней девочке. Вот когда-нибудь мне так красиво отказывали. И потом, опять же, судьба. Потому что я начала сниматься у Сергея Николаевича Колосова. Тоже в таком эпохальном. Судья в ловушке. С Олегом Валерьяновичем Басилашвили. С Удмитой Ивановной Касаткиной. С Касаткиной, да. Такая была история очень красивая. И я целыми днями снималась. Счастливая. И вдруг читаю газету. Актриса такая-то не вернулась со съемки. Тоже будет играть Офелию. Я думаю, как кто будет играть Офелию? Если выбор был между мной и ей. Я прибегаю домой, звоню Кларисе. Она говорит, Леночка, мы вас ищем. Завтра репетиция. Вот так. Вот так состоялась вся Афеля. Давайте Ольгу Суботину сейчас послушаем. Непросто ей было, потому что роль тяжелая. Штайн требовал играть сумасшествие. Эротические какие-то там выплески. Он хотел, чтобы были странные. И Леня, она была такая юная, свежая. Ну, она просто очень такое чистое существо. И ей как-то это было не очень ей свойственно. Ну, она все это мужественно, значит, преодолела. Особенно, она, говорит, для меня была... До сих пор она вспоминает, говорит, когда я ее в могилу там опускают. Все на глазах у зрителей. Все натуралистично. Могильщик, значит, он тоже играл. С землей настоящей. Забрасывать ее землей настоящей. И она говорит, я его все время прошу, Владимира Борисовича, ну, не на лицо мне, не кидайте это. А он играет свое. И он входит в раж и начинает, значит, это самое... Прям ей на физиономию этой землей. А она говорит, я уже лежу, пошевелиться нельзя. А там каким-то зрителям все видно, кто сверху, значит, сидит. Потом, когда сцену закрывали, ей нужно было бы уползти. Он вообще хотел, чтобы я была голая. Я говорю, нет, вы знаете, я, наверное, не смогу. Это что-то выше моих сил. Но в итоге я играла в мужской рубашке. Лен, я знаете, что вам хочу сказать? Я не знаю, как там у режиссеров у великих в голове. Когда нам в театре, я прошу еще раз прощения, у всех великих, нам показывают голых людей, нам, зрителям, страшно неловко. Я согласна с вами. Кто бы что ни говорил и рассказывал, что это находка, это новое слово. Мне все время кажется, что если кому охота решать режиссерские задачи с голыми, то добро пожаловать в баню. И там сколько угодно. Я знаю, что вы выучили роль на японском языке. Это правда? Да, это правда. Вы знаете, японство это вообще какая-то тоже была уникальность. Опять из-за области чудес. Вот видите, у меня было несколько чудес в жизни. Они меня увидели в интернете. Я была где-то на гастролях в Сибири. Мне прям по телефону продиктовали текст. Естественно, я писала его русскими буквами, ничего не понимая. Я говорю, хоть скажите про что? Что я прям прилетала с самолета и на пробы. Я говорю, ну это казнь тебе там отрубает голову, любимый человек. В общем, такая сцена незамысловатая, надо сказать. Да что напрягаться-то? А это кино снимается в Японии. А это кино в Японии, в Китае. Единственная русская актриса, русская шпионка. Это действительно оказалось правдой. Это Харбин, 45-й год. Она была шпионкой. Японской или русской? Русской шпионкой. А японский шпион в нее влюбился. И в итоге сделали так, что он ей был вынужден отрубить голову. И потом страдал по фильму. Да, правда, и играть нечего тут вообще. Никакого драматизма. Играть нечего, никакого, да. И меня утвердили. Причем утвердили очень быстро. Они вообще говорили, если вы выучите язык и здесь останетесь, вы будете сниматься. Потому что вы как бы и похожи на нас, но и не похожи. Но я, конечно, не осталась. Хотя мне там очень нравилось. Я просыпалась там с абсолютным ощущением счастья. Не знаю почему. А что нравилось, Лен? Во-первых, это начало 2000-х годов. То ли вот это вообще ощущение, что ты на другой планете находишься. Да, это правда, да. Это правда. И какие-то и продукты другие. Вместо там актерского вагонщика у меня было татами, такой жесткий пол отдельный. Ты ложишься и лежишь, думаешь, боже мой, весь в синяках сейчас встанешь. Дайте, говорю, хоть подушечку какую-то. Но все равно работа с ним была очень интересна. Но интересно, что режиссер там к тебе практически не подходит. Он передает задания через помощников. И какие-то твои пожелания, они, ну как бы, нет. Не важны, да? Не важны. Есть четкая концепция роли. И вот, понимаете, здесь всегда могу предложить. Это интересно, когда у тебя с режиссером диалог. Потому что из этого может быть очень хорошая история, когда... А там иерархия жесткая. Да, абсолютно. То есть слово режиссера закон. У нас только все четко. Я, конечно, запомнила, как мы когда снимали в Китае, у меня грим начинался пол пятого утра. Потому что была осень, короткий день. И потом, по-моему, где-то в 6.30 мы выезжали уже на съемки. Я выхожу там в 6.35. Полный автобус сидит. Возили всех на одном автобусе. И главных героев. И не главных. И второстепенных, да, все на одном автобусе. Думаю, что такое странно. Пять минут опоздала, все сидят. На следующий день я выхожу в 6.30. Опять все сидят. Я говорю, подождите, а что такое? Я же не опаздываю. Почему я все время последняя приходишь? Они как-то у нас принято за 10 минут приходить. Я говорю, а что же вы молчите? Мне ничего не скажете. Они говорят, ну вы же иностранка. Вы иностранка, да, да, да. В общем, после Японии я очень долго никуда не опаздывала. У меня прям было, знаете... А сколько вы там пробыли? Ну, я, наверное, в Токио где-то недели три, и в Китае недели две была. Вот так. Ну, это прилично. А кавалеров там завели японских? Какая вот... Нет, правда. Меня влюбился главный герой. Ну, понятное дело. Я об этом и спрашиваю, потому что вы абсолютно вот такая картинка из Медзаки, из мультфильма. Абсолютно. Вот они мы. С глазами. С глазами. С улыбкой, с волосами. Он не мог в вас не влюбиться, я поэтому и спрашиваю. Смешно. Надо было, наверное, остаться. Ну, и идти, я вернулась. Нашла бы там свое счастье, не знаю. Лен, хорошо, что голову не отрубили. Да, на самом деле. На самом деле. Вообще сниматься было страшновато, потому что руки-то связаны. Я думаю, вдруг рука дрогнет. Ну, они как делали так раз, замах, и сабль останавливалась у шеи. И дальше кат. Вот. И дальше, видимо, там что-то должно было катиться. Я уже не помню. Ну, да. Ну, или да. Вот. И я так, конечно, со связанными руками над этой ямой, когда сидела, я так говорю, ребята, вы все в порядке? Там рука ни у кого не дрогнет. А по-английски говорили? Между собой, да. А переозвучивали вас? Нет. Представляете, они мне сказали, что я так хорошо говорила на японском. Меня не переозвучивали. И пригласили на премьеру. Я летала в Токио еще и на премьеру. Вот молодец, девчонка. Да. Ну, вот как-то так сложилось. Я не знаю. Хочу, чтобы сейчас о вас сказал, ну, по крайней мере, вот мой любимый режиссер, один из любимых, Дмитрий Астрахан. Вы тоже. Леди на день, она трогательная, она лиричная, она какая-то пронзительная, она интеллигентная в кадре. А потом я снимал фильм «Тартарина и Староскона», где там, можно сказать, была злобную тварь. Какую тварь абсолютно. Нужно было быть такая негодяйка, абсолютным ангельским лицом. Чтобы она там обольщает главного героя Равиковича, чтобы захватить его деньги, он богатый рантье. Мы решили, что... И вот Лена Захарова подумали, вот тут уж точно никто не подумает, что она, может быть, исчадие мада просто такой человеческой. И тогда мы взяли Лену, и вдруг, когда из нее вдруг в конце вылез какое-то вот такое злобное... Было интересно. Дмитрий Кананович, спасибо. Я очень его люблю. И я люблю. И фильмы я люблю. А вы видели этот Тартарин, да? Конечно. Я видела все, что снял Астрахан, включая то, что не показывали. Он потрясающий. И я так рада, что он артистом стал. Вы знаете, мы когда снимали, вот особенно Тартарин, там очень много было известных артистов. Во-первых, моего отца играл Николай Петрович Караченцев. Там снимался Александр Филипенко, Александр Гаврилович Абдулов, Инна Ульянова, Андрюль Ильич Равикович. И все куда-то улетали. Очень тяжело было всех собрать. И Дмитрий Хананович отпускал кого-то из великих. А мне подыгрывал за камерой. То есть, допустим, общий план отеля, а на крупном он мне подыгрывал. И он все эмоции, и все. И потом, когда он стал играть, ему как здорово. И мне он очень нравится, какой он артист большой. Когда Лена Захарова стала Елена Захарова, артистка, которую начали узнавать, за ней следить, после чего это произошло, после какого спектакля или фильма? Пятый угол сериал. Это Сергей Газаров. По-моему, это 2000-й год или 2001-й год. С Егором Бероевым, с Верой Сотниковой, с Мариной Могилевской. И потом это шло как-то поэтапно. Потом, конечно, был всплеск после кадетства. Это там было 10 лет назад. Серафима Прекрасная, Коренев Алиянс. Но кадетство, это прям вот какое-то... До сих пор люди мне говорят. Да, мы все смотрим. Давайте как раз сейчас еще посмотрим разок. Так, о различиях между восточной и западной нравственностью почитайте самостоятельно. Вот. Что это? Ну да, с дачи осталось в кафе. Подождите, но я же столько и оставляла. Да больше не надо. Так, Максим, я эти деньги брать не буду. А я тем более. Хорошо, спасибо. Только давайте договоримся, чтобы это было в последний раз. Что именно? Когда вы за меня заплатили. Хорошо, а выкуп? Какой выкуп? Обычно жених за невесту выкуп платит на свадьбу. Так, Макаров! Все, все. Спасибо. Приятно смотреть. У меня прям сейчас ностальгия. Ну, конечно. И вообще и фильмы замечательные. Я хочу еще, на самом деле, кусочка из Серафимы, потому что там совсем другая героиня. Баба его я, поняла? А жаба вернется, он ее на болото выкинет. Пусть себе скачет, да квакает. Да? А жить где станете? У нас? Хату-то он свою продал. Не трясись, на твою не заримся. Я его с собой в город заберу. Я не трясусь. А вот ты остерегайся. Раньше думать нужно было. Когда бездетный, и холостой был твой Витенька. А ты все нос воротила. Хотела и воротила. Мое дело. А сейчас хочу и у него ночую. Нравится мне в чужой постели. Страшная женщина. Страшная женщина. Страшная. Карине Фаллиянс, режиссер, она же сценарист. Она всегда, кстати, снимает по своим сценариям. Она написала тролль для меня. Я читаю, говорю, не-не-не, Карин, я это играть не буду. Это какое-то зло. Я говорю, она там ходит каким-то гадалком, колдуньем. Спит со всеми. Я говорю, это вообще не я. Я это никогда не сыграю. Но это не мое. Я не хочу. Она говорит, ты дура, Захарова. Почитай еще раз. Это хорошая роль. Шикарная. Интересная. Интересная. Я говорю, давай я на Серафиму попробуюсь. Она говорит, Серафима толстая, должна быть некрасивая. Я говорю, прекрасно. А что, я красивая? Я поправлюсь специально для роли. У меня реально вообще не было желания играть эту Ирку. И потом Карина говорит, хватит. Все, это твое. Я когда начала сниматься, я влюбилась в эту героиню. Я оправдывала поступки. Она боролась за свою любовь. А скажите, пожалуйста, вам приходится оправдываться в интервью или в разговорах с умными людьми? Почему вы играете в сериалах? Я почему спрашиваю? Потому что я все время оправдываюсь. Почему я не Федор Михайлович Достоевский? Я говорю, вы знаете, я очень люблю писать истории, в которых есть начало, середина и феерический финал. Любовная линия. В которых есть какие-то люди, собаки, дети, родители. Я не могу писать о безднах. Я понимаю. Но мне все время приходится в этом оправдываться. Понимаете, я все время как будто я делаю что-то не то, недостойное что-то. Нет, вы знаете, у меня нет такого ощущения, потому что какое-то человеческое признание и народное, да, скажем так, когда люди тебя любят. Они мне об этом говорят. И письма пишут. И ты понимаешь, что все не зря. Может быть, если бы я была только героиней фильмов, блокбастеров, да, может быть, эти люди бы мне не написали. В каком сериале или в каком кино вы никогда не будете играть? Что вы никогда не будете играть? Знаете, бывают какие-то черные вещи. Вот я за свет, да. Вот даже Ирка, она все в конце светлая. Ну, как бы, да, вот я так говорю. Конечно, там много плохих поступков было героини. И я, честно говоря, ходила за это в храм и просила прощения. За нее, за Ирку, за эту, да? Да, да. И мне бы вот не хотелось играть что-то, что как-то вот против Бога, понимаете? Понимаю, конечно. Против Бога, против христианства. На это я не пошла бы, наверное. А вы влюбляетесь в партнеров по площадке? Мне кажется, в партнеры надо быть влюбленной. Вот именно на уровне флюида какого-то. Потому что очень сложно играть любовь, когда человек не нравится. Потому что бывает первый съемочный день, у тебя сразу постельная сцена. И вот это вот ты смотришь, ну, боже, сейчас целоваться надо. Я вижу, что тот сидит тоже вот там. Бедный весь зажался, да, и ничего не хочет. Ты думаешь, надо как-то по-человечески сейчас как-то наладить мост какой-то, понимаете? Я же все-таки женщина. А то очень смешно. Хоть все говорят, ну, у вас же там эротические сцены. Вы же артисты такие. Я говорю, какие? Какие? Это же другая профессия. Говорю, вы не путаете ничего, понимаете, где пришли и ну давайте. У меня причем в Серафиме, кстати, было очень смешно. Потому что у меня был один день, когда именно снимали, Ирка же там была такая, да? Именно снимали эротические сцены. Я помню, что, по-моему, партнеров пять поменялось. И я очень смешно говорила художнику по костюму. Говорю, странно, что она в одном белье все время. На протяжении всей картины. Ну, на это никто не обратил внимания. Это очень странно. Нет, это правда странно, да. В течение десяти лет она в одном белье. В белье с разными мужчинами. С разными мужчинами, да. Вот такое мы прославили. Вам дальнейшая какая-то жизнь видится как? Что вы будете дневать и ночевать на съемочной площадке? Нет, конечно. Потому что работа – это самое главное. Нет, конечно, я себя вижу мамой. Я себя вижу женой, безусловно. Я очень люблю готовить. Я вообще семейный человек. Ты можешь быть безумно успешным актером или еще кем-то. Но если ты приходишь в пустой дом, где тебя никто не встречает, это трагедия. Я так не хочу. Другой вопрос, что, может быть, не всегда все складывается тогда, когда бы мы хотели. Профессия помогала мне пережить какие-то трудности в жизни, да? Когда я действительно могла отключиться от горя, которое у меня было, да, и уйти вся в профессию, вся в работу. И меня это спасало. Но любовь, семья – это никто не отменял. Я женщина в первую очередь. А вам хватает времени, вот как вам сказать, на себя? Не в смысле в салон красоты ходить и там лежать, улучшаясь. Да, нет, это у меня терпения нет просто. Я понимаю. А на себя в смысле, на внутреннее свое содержание? Послушать себя. Как-то почувствовать себя. Оценить ситуацию. Что вот было раньше, что будет дальше, что у меня сейчас? И как это происходит? То есть что вы делаете? Закрываете за собой дверь, уезжаете в какие-то теплые страны. Одна. Я не одиночка. Я вообще одна долго быть не могу. И вот момент, вот правильно вы говорите, подумать. Я как-то поймала себя на мысли, что, допустим, вот я еду на дачу к родителям. Я обожаю природу. Я только там могу нормально читать. Но я всегда знаю, что рядом есть люди. Что я вот сижу на улице, читаю. Причем я сижу даже вот когда холодно. Холодно. В телогрейке и в одеяле. Я вот так сижу. Потом я поймала себя на мысли, что меня, допустим, огромное удовольствие заставляет пойти в лес за грибами. Вот это вообще. Я не ожидала. Видимо, потому что я очень часто в детстве ездила на Валда. Я вообще очень люблю природу и лес. Да, да, да. Вот для меня, наверное, такая отдушина – это природа. Когда мало людей, когда... Я не люблю, когда очень много людей, потому что, ну, понятно, что мы все время с людьми, и иногда надо вот какой-то... Да, да, да. Ну, близкие должны быть. А вы разбираетесь в людях? Ой, ну, иногда мне кажется, что да. Ну, вообще, мне кажется, что с годами я научилась чувствовать просто человека на уровне какой-то энергетики, на уровне вот, ну, добра, зла. Вот что человек несет по отношению ко мне. А в мужчинах вы разбираетесь? Хороший вопрос. Ну, понимаете, вот так вот можно всегда же кого-то в чем-то обвинить, но я потом думаю, что мы же сами себе находим таких, которые иногда нас мучают, иногда предают, не понимают. Но это же мой выбор-то тоже. Я же тоже должна видеть человека. Конечно. И мне всегда кажется, что вот столько вокруг меня было хороших мужчин. Мне всегда нравились плохие, конечно. Понимаете? И поэтому, вот сказать, я разбираюсь. Я, наверное, конечно, уже понимаю в какой-то момент все как бы то, что происходит. Сейчас еще спрашиваю, Лена. Ну, сложно, да. А вот какое качество, с вашей точки зрения, обязательно должно быть у мужчины? Должен быть добрый человек. Я не знаю. И порядочный, и интеллигентный хотел. Сейчас я вам такой тут список, как на что говорить, понимаете? Красная книга. Красная книга. Нет, вообще мужчин, мне кажется, много хороших. Просто я могла что-то в жизни не заметить, мимо кого-то пройти, кого не надо было проходить. Потому что в этот момент была ослеплена какими-нибудь перьями, понимаете? Понимаю, конечно. Яркой раскраской какой-то. Понимаю, конечно. Я хочу, чтобы сейчас еще сказала Корене. Спасибо. Лена очень добрый человек. Я это давно замечала. Мы когда Серафиму снимали, у нас снимался мальчик из детдома. И как-то всегда к нему были внимательны. Кто-то конфетки принес, кто-то что-то. Потом по ее инициативе мы тогда собрали деньги ему на велосипед, и она сама поехала в этот детдом. Я даже забыла. А тогда она снималась еще в кадетах. Дети ее там приняли с такой радостью. Она сделала как бы такую встречу с ребятами из детдома. Поэтому действительно она очень добрый человек. У нее хорошее сердце. Она хороша собой. Она умна. Она талантлива. Она востребована. Естественно, хочется, чтобы рядом был соответствующий человек. Это нелегко. Но я почему-то уверена, что у нее все сложится. Вы знаете, у стоящих людей неважно, во сколько косоль привела вот в алые паруса. В 50, в 40, в 30, в 15. Мне кажется, что они все равно приплывают к тем, кто умеет ждать и к тем, кто достоин. Спасибо, Каринушка. Надо умеет ждать и просить, молиться. А что вам нужно для полного счастья? Как помните, Шуре Балаганову для полного счастья нужно было 500 тысяч. И он остатков об этом говорил. Да. Вот вам что нужно? Такое простое, примитивное. Ну, какую-то квартиру бы побольше хотелось. Киса моя. Ну, если так уже о меркантильном, ну, каком-то таком. Да, о простом. О приземленном, да. Как-то маленькая конура у меня. Не помещается ничего. Просто тяжело. А в высоком, если, то есть в высоком смысле. Семья, дети, конечно. Семья, дети. И роли какие-то потом, чтобы пришли хорошие. Лен, я желаю вам от всей души, чтобы все сложилось. И семья, и дети, и квартира побольше вместо конуры, да. Еще я просто от всей души вам желаю научиться разбираться в людях. Мне так, совет такой дал на всю жизнь. Мой дед Михаил Иосифович Котельников. Мне было лет 20, а ему было лет 80, когда он мне его дал. И он мне сказал, что все очень просто в жизни. Самое главное, иметь дело только с порядочными людьми, сказал мне мой дед. А на непорядочных не стоит тратить время. Молодец. Я вот вам желаю, от него передаю привет. Спасибо. 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 Елена Захарова много снимается в кино. С ней любят работать режиссеры, ее обожают коллеги. Но, несмотря на все это, она продолжает развиваться, как актриса и искать в себе новые грани. Поэтому нам, зрителям, на нее смотреть интересно всегда. и так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому,